Спасибо. Наша работа была посвящена исследованию молекулярных и функциональных особенностей фибробластов при их активации клетками колоректального рака человека. Известно, что опухоль представляет собой сложную гетерогенную структуру, которая состоит как из опухолевых клеток, а также в состав опухоли входит строма, состоящая из внеклеточного матрикса, и клетки неопухолевой природы, такие как иммунокомпетентные клетки, клетки, имеющие отношение к эндотелию сосудов и широкая, обширная гетерогенная группа клеток мезонхимального происхождения, так называемые опухолиосфированные фибробласты. В экспериментах было показано, что источником опухолиосфированных фибробластов могут являться совершенно разные группы клеток мезонхимальной природы, и даже в том числе клетки самой опухоли, которые подверглись эпителиальным мезонхимальному переходу. Данные клетки, опухолиосфированные фибробласты, имеют ряд маркеров, сейчас их насчитывается до 30 штук, это молекулы, которые у них активно экспрессируются, однако пока нет специфических маркеров, которые позволяют с высокой точностью и достоверностью выделять опухолиосфированные фибробласты, и говорят, что это именно они. И группа клеток сама по себе очень гетерогенная. Клетки, опухолиосфированные фибробласты, приобретают ряд дополнительных свойств в результате трансформации и эволюции опухоли. Они способны производить различные биологически активные вещества и факторы роста, которые стимулируют ангиогенез, обеспечивают химию резистентность опухоли, обеспечивают сепрессию иммунного ответа, и всё это вместе поддерживает рост развития опухоли и ведёт к прогрессии заболевания, а также метастазированию. Именно в процессе метастазирования и инвазии опухолевой ткани большое значение уделяется такому процессу, как ремоделирование опухолевого матрикса. Считается, что основным участником этого ремоделирования являются именно опухолиосфированные фибробласты. Было показано, что опухоль имеет специфическую структуру неклеточного матрикса, основу которого составляют молекулы коллагена. Молекулы коллагена формируют плотные, крупные волокна, хорошо структурированные и упорядоченные в выделенном определённом направлении. Было показано, что такая структура коллагена коррелирует с неблагоприятным прогнозом для пациента, коррелирует с метастазической инвазионной активностью опухоли. И также было показано, что особая повышенная концентрация таких структурированных волокон коллагена наблюдается именно на границе опухоли в зоне так называемого фронта инвазии. Поэтому целью нашей работы было изучение функциональных и молекулярных особенностей фибробластов в результате их взаимодействия с опухолевыми клетками. Мы в работе использовали стандартные клеточные линии колоректального рака человека, нормальные фибробласты кожи и опухолиоцированные фибробласты, выделенные из колоректальной опухоли. Структуру коллагена исследовали методом генерации второй гармоники с помощью мультифотонного томографа. Молекулярные особенности исследовали методом иммуностохимического анализа и сиквенирования РНК. На первом этапе исследований была проанализирована инвазивная способность пяти клеточных линий колоректального рака человека. В экспериментах по изучению миграционной активности, это заживление раны и миграция клеток из опухолевых сфероидов, было показано, что наименьшей миграционной активностью обладают линии HT29, а наибольшей миграционной активностью линии HT116 и SV480. При иммуностохимическом анализе экспрессии маркеров эпителиально-мезонахимального перехода, который также отражает миграционную и инвазивную активность опухоли, была показана максимальная экспрессия якатберина у линии HT29, что отражает ее эпителиальный фенотип. И только линия SV480 экспрессировала мезонахимальный маркер виментин. Поэтому эти две линии были выбраны нами в качестве линий с полярными свойствами и выбраны для дальнейших исследований. Анализ РНК этих линий также подтвердил выраженный эпителиальный фенотип и низкую миграционную активность линии HT29 и выраженный мезонахимальный фенотип и высокую миграционную активность линии SV480. Далее в исследовании процесса активации фибробластов опухолевыми клетками были взяты три опухолевые линии. Это полярная линия HT29 и SV480 и линия HT116 в качестве промежуточной некой линии, которая обладает высокой миграционной активностью и не несет на себе мезонахимального маркера виментин. Было показано, что все по оценке наиболее часто используемых маркеров активации это альфа-СМА и белок активации фибробластов ФАП, было показано, что все три опухолевые линии способны активировать нормальные фибробласты. При этом динамика активации фибробластов отличалась. Линия HT29, которая обладает исходно менее инвазивным потенциалом и более выраженным эпителиальным фенотипом, оказалась способна поддерживать активированный статус фибробластов в более продолжительное время по сравнению с двумя другими линиями. Молекулярный анализ РНК показал наличие большого числа специфических маркеров, характерных для опухолиассоциированных фибробластов в линиях именно опухолиассоциированных фибробластов. Низкое их содержание в нормальных фибробластах, а в фибробластах из хоккультуры с линией HT29 и SV480 данные маркеры имели повышенную экспрессию именно при коккультивировании с клетками линии HT29. Таким образом, данная линия оказалась способной более эффективно активировать фибробласты. Другим этапом нашей работы была оценка структуры внеклеточного матрикса. На первом этапе мы изучили, как структурируют коллаген сами опухолевые клетки, поскольку в литературе есть очень противоречивые данные. В одних исследованиях пишут, что опухолевые клетки вообще не структурируют коллаген, а в других исследованиях показывают их способность к формированию структуры четкой. В нашем исследовании получилось, что линия HT29, которая имеет эпителиальный фенотип и низкую миграционную активность, не была способна структурировать коллагеновый матрикс с образованием крупных волокон. А инвазивная линия SV480 могла самостоятельно структурировать коллагеновый матрикс без участия фибробластов, при этом структура матрикса была сопоставима со структурой матрикс в опухолевой ткани. Для оценки структуры мы использовали не только изображение, но и проводили обсчет физических параметров, таких как плотность коллагеновых волокон, их однородность параметра энергия, куртозис, который отражает наличие крупных волокон в поле зрения, и когерентность – это основной параметр, который изучается при исследовании структуры опухолевого матрикса, поскольку отражает именно сонаправленность коллагеновых волокон в одном выделенном направлении. При добавлении к опухолевым клеток нормальных фибробластов наблюдалось формирование структуры опухоли, характерной именно для инвизионного фронта, то есть с содержанием большого числа крупных волокон коллагена, ориентированных в одном направлении. Для линии HCT116-SV480 данные волокна располагались преимущественно перпендикулярно к опухолевому узлу. При оценке структуры коллагена в монокультурах нормальных фибробластов и опухолиассоциированных фибробластов была показана способность обеих культур клеток структурировать коллагеновый матрикс с образованием крупных коллагеновых волокон, ориентированных в одном направлении. Однако для культуры опухолиассоциированных фибробластов наряду с процессами структурирования коллагена наблюдались также активные процессы деградации коллагенового матрица. При оценке при РНК-секвенировании данные не приведены, скажу на словах. При РНК-секвенировании были показаны отличия паттернов генов, участвующих в биосинтезе, структурирование коллагена и его деградация в этих трёх группах клеток для нормальных активированных и опухолиассоциированных фибробластов. Также нами было проведено пробное исследование НВИВА. Пока нам удалось сравнить структуру коллагенового матрица только для двух линий HT29 и HT116, в первом пробном эксперименте получилось, что структура коллагенового матрица в опухоли, сформированной из линии HT29, имела более плотную структуру, однородную и упорядоченную, то есть когда волокна располагаются в одном выделенном направлении. С одной стороны, это противоречит её неинвазивной природе, однако есть литературные данные, которые говорят о том, что НВИВА данная линия HT29 ведёт себя более агрессивно, чем линия HT116 и SV480, и способна к формированию спонтанных метастазов в большем проценте случаев. Таким образом, на данном промежуточном этапе мы можем сделать пока следующие выводы. Во-первых, сами опухолевые клетки способны структурировать коллагеновый матрикс, и эта способность коррелирует с исходными характеристиками опухолевых клеток, а именно с их мезонахимальным фенотипом и миграционной активностью. Опухолевые клетки с выраженным эпителиальным фенотипом и высокой миграционной активностью способны поддерживать более продолжительное время активированный статус фибробластов. Паттерны генов, которые отвечают за синтез, структурирование и деградацию коллагенового матрикса отличаются для трёх групп фибробластов нормальных, активированных и опухолеассоциированных. И структура коллагенового матрикса зависит от исходных особенностей опухолевой ткани, опухолевых клеток. Таким образом, мы предполагаем, что дальнейшее изучение механизмов активации фибробластов опухолевыми клетками может быть крайне перспективным, поскольку данные механизмы ещё до конца не установлены, и позволит при их расшифровке и подборе соответствующих методов воздействия на эти взаимодействия снизить хотя бы метастатическую активность опухоли. Большое спасибо за внимание, и я хочу поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в этой работе из Привозского исследовательского медуниверситета, Института биорганической химии РАН и из Привозского медицинского центра врачей. Большое спасибо.